Всем привет! Скоро весна, а сейчас новое видео на канале Gadgetmania. Я начинаю. Поехали! Совсем коротко. В общем, посылочка, как всегда, из Китая. Почта EMS Китая. Дошло все очень быстро, но я переживаю за состояние посылки, потому что сейчас оно вот в таком вот небрежном состоянии. Тут наклеено скотчем. Не знаю, может быть, посылку смотрели на таможне, может быть, еще что-то. Ну, в общем, давайте посмотрим, откроем. Прикольная вещица. На просторах Алиэкспресса все это можно будет найти. Оставлю я ссылки в описании. Сейчас я буду открывать очень небрежно, потому что, ну, что тут, как говорится, стесняться. Но внутри вроде как хрупкая вещь. Хрупкая вещь. И это... Почему я начал со слов, что скоро весна, больше в посылке ничего нет? А потому что здесь у нас должны быть солнечные очки. Солнечные очки, ну, их развело сейчас в последнее время очень много. Давайте посмотрим, какие есть у меня в коллекции. Не, не то чтобы коллекционер, но есть некоторого рода вот такое представление, какие должны быть солнечные очки у любого, скажем так, видеоблогера и вообще человека, который любит все вот такое вот лухари, голд, эдишн и так далее. Вот такие вот очечки у меня есть в коллекции. Прикольно иногда их одеть и пройтись по улицам города, там, где отдыхаешь, или своего города, там, где живешь. Есть вот такая вот визитка от продавца о том, что прошу поставить пять звезд и все такое. И первое, что бросается в глаза, и без этого никак, это чехольчик. Прикольно, прикольно, что у очков есть чехол. Во-первых, они, скорее всего, не разбились. Во-вторых, вы просто будете в процессе транспортировки хранить все это дело в чехле. Прикольно сделано, что мы сразу видим, очочки у нас новые. Здесь у нас, как всегда, даже к такой мелочи, а стоит это там, ну, пускай стоит 10 долларов. Очки у нас в начале сезона по весне стоят от полутора тысяч и больше. Есть какие-то 200, за 300, за 500, но они вообще такие, какие-то непонятные. У нас вот есть такая тряпка-потиражка. Давайте посмотрим, какого она качества, потому что, в принципе, тряпок много не бывает. Ну, такого, среднего, среднего качества. Можно протирать дисплей смартфона или ваши очки. Обязательно присутствие вот такой вот красной веревочки. Она должна быть на запястье. Это такие небольшие комплименты от продавца. Мелочь, а, в принципе, приятно. Еще у нас здесь, конечно же, есть очочки. И очки у нас такие, знаете, мемские такие вот. Я думал, как же они все-таки будут выглядеть. А выглядят они, ну, прикольно. Это, безусловно, это пластик. От солнца они практически не спасают. Качество у них, ну, такое, скажем так, честно, на троечку. Но, в принципе, я думал, что будет вообще жесткое такое, палево китайское. Но, в итоге, вышло, что, в принципе, неплохо. Давайте я примерю. И вот так это все дело выглядит. Прикольно, друзья. Ну, от солнца, конечно же, они это больше такие, ну, на стиле чисто. Вот такой вот и тут должен быть. Или что-нибудь такое. Прикольные очочки. Конечно же, они сделаны по фану. Они сделаны в большей степени для того, чтобы поглумились вы над своими друзьями или еще над кем-то. Друзья, в общем, в принципе, на этом все. Распаковка очков закончена. Обязательно пройдите по ссылкам в описании. Посмотрите, поддержите меня как автора непосредственно. Посмотрите цены на эти очки. Я буду вам безмерно благодарен. Напишите, что вы супергерой, если досмотрели до конца. Совсем скоро увидимся в новых видео, в интересных новых видео. В обзорах гаджетов. Да, вот код тоже подтверждает. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова